Отсутствие белого хлебушка, который мы обожаем, такой прям свежий-свежий-свежий, отсутствие колбас, сосисок, потому что это такие продукты, которые вызывают очень-очень интенсивный рост вашей жопоньки, и это все происходит настолько плавно, что потом вы офигеете, когда посмотрите фотки своей 2-3 летней давности. Чтобы этого не было, вот эти продукты все убираем. Так, сейчас, девочки, я окошко открою. Так, следующий момент. Обязательно нужно свой рацион насытить овощами, потому что все равно это очень полезно, и убирайте все-таки полуфабрикаты, потому что вот эти котлеты купленные тоже ни к чему хорошему не приводят. Это все готовится не очень правильно, мягко говоря. И там есть всегда в составе сахар. Можете почитать даже в тех самых обычных котлетах. Почему? Потому что это все вызывает привыкание, и вы будете покупать это еще и еще. И купите сахарозаменитель из муки, купите фит-парад и яйца вам нужны будут. Вот основной продукт. Девочки приходят ко мне на курс и говорят, Коля, скажи со мной в магазин, пошла новую жизнь, начинаю. И для меня это всегда интересно, потому что вы не начинаете новую жизнь, вы просто становитесь, вы начинаете жить хорошо, это не новая жизнь. И там не надо каких-то бомбических продуктов, твороги покупать, как все думают, там, скупать какой-то сельдерей. Нет. Главное, что у вас должно дома быть, это сахарозаменитель, яйца, рисовая мука для готовки, все, больше ничего. Но я бы еще купила мягкий творог, потому что он часто используется в выпечке. Вот так вот, девочки. Скинь, пожалуйста, ссылку, фит-парад, в смысле ссылку, девочки, наберите фит-парад номер 7 в Саше. Вот наберите, посмотрите, не поленитесь, поищите. В Магните они везде есть. В Пятерочке, правда, ни разу не видела, а в Магните теперь даже рисовая мука есть 100 пудов, поэтому 100 пудов это фирма. И проблем с правильным питанием нет ни у кого, было бы желание. А если человек не хочет, он будет думать, блядь, за интернет еще надо заказывать. Это нет, это нет, буду кушать, как раньше, не делать себе мозги. Нет уж, девочки, чтобы было офигенное тело, шикарный результат, надо вам все-таки, нужно будет постараться. Так, сейчас, сейчас, подождите, мои хорошие. Как питаться сбалансированно, если работа до 18, контейнера нельзя, бить только в кафе, где все калорийное, а ПП дорого. Почему ПП дорого? В любой кафешке есть нормальные продукты. Если вы идете там в кафе на обед, вы же можете купить себе макароны с мясом, а не какие-то бутерброды. Можете, я думаю, каждый может. Вы же можете взять себе там рис с мясом, любой человек может. Можете взять нарезку свежих овощей, можете. Я не понимаю, почему нельзя контейнеры, объясните. В нашей ли стране там это все происходит. Было бы желание, способ найдется. Изучайте, изучайте составы, изучайте рацион, меню, которое вам предлагает кафешка с работой там. И воссоедините эти знания там с правильным питанием. И решение по-любому найдется. А вот так все эти думают, а как, а как. А сделайте так, чтобы у вас в голове был вопрос, как я могу это сделать, и я это сделаю. Вот тогда у вас все будет получаться. А так, а я откуда знаю, как питаться вам сбалансировано, если у вас такие условия. Но я уверена, что и здесь решение найдется вот ну сто процентов. Вот не бывает безвыходных ситуаций. Потому что у меня муж на работу, поверьте мне, ничего у него не отваливается, он и контейнеры носит, и все. Если он раньше там постоянно покупал шавуху там на обед, если я ему не успевала что-то приготовить, то сейчас он уже покупает нормальные продукты, потому что он понимает, что ему надо кушать, а что не надо кушать. И у человека просто потом уже есть видение того, что нужно кушать в какое-то время дня. Поэтому, девочки, не надо говорить, что вот именно у меня не получится сбалансированно питаться, потому что у меня работа, ребенок, пятая, десятая, муж там, я за дедушкой смотрю, или еще-еще что-то. Выход есть всегда. А тут вопрос в другом. Если у вас желание хотя бы поискать этот выход, то это уже другое. А если желания нет, то уже вопросики. Так, сейчас, девочки, подождите, как всегда. Господи, детские пирожки можно же сладкие. Но не на постоянной основе, конечно, так раз в два в неделю можно на перекусики. Но все-таки там фруктоза. Девочки, я же вам объясняла принцип пюрирования. Помните, да? Когда фруктоза выходит из мембраны и прямиком идет в жир. А если бы вы эту фруктозу съели не в яблочном пюре, а в яблоке, он бы у вас правильно все усвоился, организм, она бы усвоилась и все бы вывелось. И в жир бы ничего не ушло. Поэтому все, что пюрировано, это раздроблена мембрана фруктозы. И все попадает в жирочек не всегда. Иногда можно себя побаловать пюрешками, если так это можно назвать. А так, чем отличается яблоко от яблочного пюре? Потому что пюрешка правильно слаще. А почему она слаще? Потому что фруктоза выбилась из своей клеточки. Поэтому, девочки, ищите нормальные здоровые перекусы, а не пюрешки. И вот это можно же уже звучит так, как будто я должна сказать, можно, кушай, кушай. Нет, если чего-то нельзя часто, я буду говорить, что этого часто кушать нельзя. Так, поняла меня Лянка? Поняла, наверное. 115 раз срыв был. Так, Лилечка, привет, моя хорошая. Мы с тобой виделись, почему ко мне не подошла, не рассказала. По поводу срывов. Я всем говорю, вы написали вообще свою цель, для чего вам нужно похудение? Кто-нибудь из вас, ну знаю, мои девочки, многие написали, вот просто, которые люди меня читают. Вы написали цель, вы написали внешность человека, который будет на вас смотреть в зеркало через 10 лет? И когда есть вот этот стимул, куда идти, способы найдутся. А когда вы от полды от того, что весь инстаграм сидит на ПП, вы тоже решили, то тут уже, я не знаю, получится или нет. А если вы решили для себя, примером бы, для своего ребенка, быть офигенной сексапильной женщиной, для своего мужика, и не стесняться при нем раздеваться при дневном свете, то это уже вот такие хорошие мотивационные моменты. А вообще мотивация, это, конечно, хорошо, девочки мои, но брать кота за яйца и делать, есть такое слово делать, это самое лучшее, поверьте. Сначала это сложно, но вы себя перебариваете. Именно в этот момент вы растете, потом уже легче, потом легче, 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 и это превращается в образ жизни. Это всегда со всеми так происходит. Именно у вас в руках забить на это хрен или продолжать идти к себе здоровому, красивому и счастливому. Потому что эти понятия идут всегда-всегда рядом. Почему был срыв, из-за чего, где ты себя дала слабину, какие моменты служат именно вот этим срывом. Я думаю, это очень надуманные моменты, потому что кушаем мы. Вот мы поругались с мужиком, да, вот у многих говорят там, я с мужем поругалась там и переела вот из-за него, в смысле? Ну вот с мужем поругалась говно, поела, жопа больше стала. Кто выигрывает? Вот объясните мне, пожалуйста, никто абсолютно. Поэтому не страдайте фигнёй. Возьмите на себя ответственность, что вы у себя есть, и что вы у себя самое дорогое. И когда вот это осознание придёт, никаких срывов не будет. И когда вы будете знать, для чего вы всё это делаете. Не надо за кем-то гнаться, не надо быть, как Юля с 15-го подъезда, да, там, либо как идёте в сад, мамы там тоже меряются одним местом, кто там круче одет или что-то. Будьте лучше для себя. Именно вот в таком гармоничном состоянии вы будете и притягательны, и для мужиков, и бесить будете других баб. Уверяю. Потому что когда внутри у женщины царит абсолютное взаимопонимание, она становится и красивой, и грациозной, и уверенной в себе. И мужики на неё начинают засматриваться, потому что эта энергия, она ощущается всеми абсолютно. Неважно, какого пола, мужского или женского, понимаете, да? Поймите, для чего вы это делаете. И срывов не будет. И не делайте это для того, чтобы с кем-то соревноваться, там, или чё-то, или в инстаграме тёлочку перекачанную увидели. Нет, это ни к чему хорошему не приведёт. В первую очередь вы должны думать о себе, о своём благосостоянии, о своём здоровье. Вот тогда это даёт колоссальный результат. Надеюсь, доступно объяснила. Просто у себя в городе, везде поискала, фидбарада нету нигде, в магнит заходила. В магните везде есть, даже у меня в селе, девочки. Так, в Алдберсе можно заказать фидбарад. Кстати, да, в Алдберсе есть фидбарад, там на него была акция недавно, имейте в виду. Пункты выдачи даже у нас здесь открыли. Так, ой, девочки, много-много вопросов здесь. Можно я поотвечаю, пожалуйста, привет-привет-привет. Сохраню эфир, сохраню-сохраню. У меня, кстати, минус 10 килограмм. Лян, красотка, умница. Девочки, шлите фотки. Вот шлите фотки, пожалуйста. Вот вы мне пишите, о, Гуль, спасибо, у меня минус 20 килограмм, у меня минус 10. То есть, пожалуйста, присылайте мне фотки, ваши лица я выкладывать не буду. Закрою там наклейку и выложу. Но люди должны видеть, потому что для кого-то это очень-очень сильная мотивация, что когда другой человек может, значит сможет он. Поэтому мотивируйте других людей, присылайте фотки, я буду только рада. Так, а дыню можно на ужин? Да, можно, ничего страшного не будет, и арбуз можно, сразу говорю. Добрый вечер, приросте 164, вешу 76 килограмм. Какой вес должен быть при моем росте? Вес должен быть такой, когда вы в зеркало смотрите и понимаете, что вы охеренная. Вот такой. Не надо гнаться за цифрами. Вот когда, например, вы будете весить 60 килограмм, посмотрите в зеркало и поймете, что, блин, я такая красивая. Вот это ваш вес. И сидя на правильном питании, вы лишнего не сбросите, не переживайте. И тонкой, плоскодоночкой дрыщоидной вы не станете, вообще можете не переживать. Организм стопорнется именно в тот момент, когда ему будет нужно. Так, какие именно макароны можно? Ну, я беру бариллу. Они по составу нормальные, даже в ресторанах их используют, кстати. Так, девочки, давайте по отвечаю на вопросы, их тут очень-очень-очень много. Хочу к вам на марафон, но почему-то боюсь, сама не знаю, чего. Ну, это не страшно. Это страх... Страх равносильно лени. Потому что надо будет двигать жопочкой, надо будет что-то менять, а о, великая вещь, лень, будет вам говорить, сиди, и так все нормально. Особенно если замужем, мужик есть, успокойся, куда ты рыпаешься. Мой мозг это такая субстанция, так скажем, которая всегда вас будет защищать от чего-то нового. Он не понимает, что это там будет красивое тело, здоровая жизнь, потрясающий секс, там, оргазмы офигенные. Он думает о том, что все новое это смерть. И он лучше вас будет держать в этом старом. И вы думаете, что это какой-то страх нового. Нет, абсолютно. Вы должны быть умнее своего мозга и понимать то, что он вас защищает от непонятных вещей. И вы понимаете, что там ничего опасного нет, там будет только круче. И вы начинаете уверять себя, идти маленькими шагами, ваш мозг к этому привыкает, и вы начинаете жить новой жизнью. Поэтому не страдайте фигнёй, перестаньте бояться. Тут с кнутами не стоят. Знаете, вот у меня девочки есть, которые в WhatsApp мне пишут, типа, Гуля, здравствуйте, мне, конечно, стыдно. Я в Инстаграме вам писала месяца 4 назад, сейчас вот я лучше напишу здесь. Я всё-таки решилась приобрести курс. Просто мне стыдно, что я в прошлый раз исчезла. Девочки, поверьте мне, я не хожу и не написываю людям, которые однажды мне написали, там, сколько у меня стоит курс, могут ли они ко мне обратиться. Я всю информацию отправляю, всё. И я потом не пишу. Брать будете? У меня вообще такого нету, я никого не достаю, там, след не хожу, вот так вот до 3 сучки. У каждого человека есть свой момент, когда он готов. И вы должны понимать то, что если у вас вот это готов не подошло, когда вам уже лет 40, то это звоночки, это уже поздновато. И лучше уж начать себя менять в 30. И понимать то, что ничего опасного не будет, а будет только круто. И вот именно в этот момент начнётся ваш личностный рост. А только личностный рост приведёт к офигенной жизни в результате с высоты уже больших лет. Поэтому, девочки, понимаете, что ничего страшного в новой жизни, хорошей, качественной, со здоровым, красивым телом нету. И убедите себя, что вам пора начать. Вот и всё. Ничего страшного тут в зоне правильного питания не происходит, поверьте мне. Тут всё то же самое. Просто убираем некоторые продукты, которые вредные. И вы будете и красивы, и здоровы, и полны силы, энергии. Потому что очень много энергии забирает как раз-таки говная еда. Поэтому бояться нечего. Добро пожаловать. Так. Привет, солнце. До скольки часов можно пить воду, чтобы на утро не было отёков? Девочки мои, при здоровой работе почек отёков в принципе быть не должно. Поэтому либо проверяйте почки, либо не налегайте на соль. Вот что я могу вам сказать. Он потрясающий у меня пледик, да, с моего детства. Когда мне было лет, наверное, 8-9, он уже у нас был. Так. Девочки. Ой, вы мне ещё тут задавите вопрос. Добрый вечер. Для чего каждое утро льняное масло? Ну, вообще вот эти масла, они полезны как для кожи, так и для кишечника, как смазочный такой материал. Но я всё-таки считаю, что если нет проблем со стулом, не надо себя пичкать какими-то маслами. Тем более многим они пьются неприятно. Купите лучше омегу-3, результат будет даже круче. Ещё мозг будет хорошо шарить. Поэтому, ну, в интернете очень много про масла, там, натощак вот это, натощак вот это. Не надо голову забивать какой-то непонятной фигнёй. Гуль, подскажите, пожалуйста, какие можно делать разгрузочные дни? Я всегда говорю своим девочкам, что я не делаю разгрузочные дни. Чё у меня тут лежит? Я всегда делаю загрузочные дни. Вы меня можете встретить даже в Маке, только это не раз в неделю, а раз в месяц где-то. И надо, наоборот, загружать свой организм, чтобы вам было как раз, когда он становится чистым, вы его загружаете, и он быстрее начинает всё переваривать, чтобы вывести вот эти токсины, которые он думает, вредные ему поступили. Поэтому разгрузочные дни не надо. Загрузочные надо. Это моё сугабо личное мнение. И мой опыт подтверждает, что это намного круче работает и со стороны психики. Потому что, когда человек знает, что он может себе в любой момент всё разрешить, срывов нет. Потому что он знает, что ему можно даже в Макдак сходить. Просто он будет ходить туда всё реже и реже, реже. Потому что вкусовые привычки будут меняться. И когда вы... Вот как со мной было, я когда пошла в Мак, раньше мы там с мужем могли биг-тесты съесть, вообще прям нормально, картоху, соусы. То сейчас это уже там один какой-то чизбургер, и всё, у тебя прям тебе хорошо, и больше не хочется, понимаете, да? Поэтому, девочки, загружаем, а не разгружаем. Он сам разгрузится, он сам себя разгрузит. Как побороть тягу к сладкому? Как наркота просто... Ну, это реально наркотическая такая зависимость. Ломка происходит. Тут сахарный наркоман у вас начинает гибнуть. Ну, первый метод – это не кушать ничего сладкого с утра, и будет вам счастье вообще, девочки. Вот уверяю. Потому что, если вы будете с утра сахарного наркомана, давай ему что-то сладкое, колбаску, ту же самую, где до хрена сахара, хлебушек свежий, вы весь день будете хотеть подсознательно сладкого. Вы будете на запахе, как дебил, реагировать, в там шавуху захотите с вокзала, понимаете, да? А чтобы вот этого не было, с утра здоровое питание. Я, например, яйца – это просто моя-моя любовная любовь. Куриные яйца. Я кушаю омлет, и у меня вообще, в принципе, тяги к такому сладкому нету абсолютно, тяги такой к сладкому. Поэтому отучайте себя от сладкого утром, заменяйте сладкое, сахар именно, на сахарозаменители, и делайте домашние конфеты. Всё! Там дни 10 у вас ломка пройдёт, поверьте мне, это, я ещё сказала, 10 дней это много, так, в среднем, там, за 4-5 дней отпускают. Привет, привет, моя хорошая! А где ты живёшь, Гуль? Гулечка живёт в Нарфа-Минске, но так как у меня муж постоянно разъезжает по командировкам, я часто нахожусь у родителей. У меня вчера подружка, мы здесь встретились, с колен, короче, покурили, и она мне, говорит, типа, я, говорит, маме рассказываю, Гуля приехала, и мне, говорит, мама, говорит, она что, уезжала? Она говорит, да. Она, говорит, с Москвы, как с соседней улицы, говорит, ездит. Ну, да, потому что я там, например, мужу говорю, такая блатная, в этот раз точно буду сидеть дома, буду гулять с Евой, там, всё, я дождусь тебя, там, ты с командировки через полтора месяца приедешь, я буду ждать здесь. Как только он уезжает, мне становится дома плохо, я покупаю билет на самолёт, и я уезжаю к родителям. Тут баня, тут свой двор, тут офигенно. Так, девочки, сейчас на вопросы поотвечаю, пожалуйста. Так, возможно ли студенту следовать в вашей программе? Да хоть пенсионеру. Конечно, девочки, у меня, я до 18 лет, в принципе, не работаю ни с кем. Это вот мой принцип. Но, у меня есть девочка, она попросила взять свою дочку под опеку, говорит, возьми, пожалуйста. И вот она уже скинула 13 килограмм, потому что ей 16 лет, она учится на первом курсе колледжа, какого-то, я уже не помню. И даже вот она может вообще питаться абсолютно спокойно по программе, потому что, ещё раз повторюсь, там нет никаких порошков, дорогущих каких-то яиц, единорога, там всё абсолютно обычное, которое доступно каждому человеку, живущему и в мегаполисе, и в маленькой деревне. Да, девочки. Так, сейчас, мои хорошие, следующий вопрос. Гулечка, как побороть страх перед возможностями? Начинайте с маленьких шагов. Почему я всегда говорю, что когда вы начинаете правильно питаться, у вас очищаются мысли, вы становитесь смелее, приходит уверенность в себе. А когда нет уверенности в себе, человек боится всего нового. Поэтому начните с маленьких шагов. Захотели остаться дома, убедили себя в том, что на тренировку идти не надо, например, да? А вы заставьте себя встать. И вы уже поднялись на уровень выше и стали круче, внутренне круче. Захотели съесть говно еду, но перебороли себя и решили не жрать там бутерброд, а купить нормальную там гречку, нормальное мясо. Уже вы стали на уровень выше. И вот эти маленькие-маленькие шажочки приведут вас к тому, что вы не будете бояться уже больших возможностей и предложений. У меня вот девочки, если вы почитаете, вот у меня в сохранёнках все отзывы висят, они многие пишут, что их повышают на работе, их замечать начинают директора, им выдают премии. Почему это происходит? Потому что когда человек внутренне уверен в себе, и он начинает побеждать свои какие-то минусы, он открыт для новых возможностей, и он начинает жить жизнью, которая просто кипит. И он начинает наслаждаться и не бояться этих новых возможностей. Поэтому, девочки, делайте маленькие шаги, и у вас будут такие же изменения, поверьте мне. А отруби овсяные с расторопши можно есть часто? Вот зачем? Вы хотите почистить свой организм? Зачем какие-то отруби, когда есть нормальная еда? Вот объясните мне, для чего вы это делаете? А каждый день можно есть овся на блин? Конечно. Я когда в начале пути была, я ела всегда овся на блин. Я прям обожала сочетание, вот говорила своим девочкам, банан и сыр внутри. Вообще очень-очень любила. Так, мои хорошие, сейчас подождите, вопросы поотвечаю. Пожалуйста, руки устали, пипец. Спасибо за мои новые худые ляжки и красивую жопу от мужа. Пожалуйста, для мужа. Девочки, обожаю вас, приколистки мои. Как у меня некоторые пишут, Гуля, у меня, кажется, щелка между ног есть, короче, там вот это расстояние между ляжками. Либо кто-то пишет, Гуля, у меня, кажется, скулы есть. И меня это всегда так умиляет. Да, девочки, вы очень красивые. Снимите с себя оковы жира. И там вообще сидит потрясающая красотка. И мужик это, как видите, всегда оценивает. Так. Привет, Танюш. Привет. Здравствуйте, Лилечка. Так. Мои хорошие, подождите. Как очистить организм? Девочки, не страдайте фигнёй, пожалуйста. Организм не надо очищать. У вас настолько такая машина, такой агрегат ваш организм, он будет чистить себя сам. Хватит его засорять. Вот, когда вы хотите бухнуть в пивас, вы не думаете о том, что там, жёлтый полосатик с пивасиком, его загрязняют. Вы думаете всегда о том, как очистить. Не надо его засорять, а он сам идеально сработает и сам себя почистит. И вот эти детексы, это разводилово, потому что люди уже не знают, что продавать, особенно, когда детекс программы всякие, и начинается вот это вот, всё, детексы, не детексы. Нормальная еда. Вот результат красивого, здорового тела. Поэтому не надо ничего чистить, он сам себя почистит, хватит заливать в него какашки. Вот и всё. И всё будет отлично. Так. Какой творог подойдёт для сырников? По твоему рецепту. В распоряжении только мягкий, зернистого нет. Ну, вообще лучше зернистый, но сделай из мягкого, ничего страшного не будет, просто это больше будут такие творожные оладушки, уже не сырнички. Но я тоже люблю, и муж у меня очень любит вот эти из мягкого творога. Я просто заменяю в рецепте творог на мягкий творог, и получается всё отлично. Тесто получается такое кремообразное, и оладушки. Здравствуйте. Творожные тоже очень-очень вкусно. Так, мои хорошие, сейчас... А мёд можно? Про мёд рассказала, девочки, это тот же сахар. Если хотите похудеть, нет, не надо. Так. Благодаря твоим постам сбросила 7 килограмм, потом пришла на курс, и того минус 16 килограмм. Спасибо большое, огромные девочки. Вот вчера сидели с подружкой, курили колен. Мне ещё одна девочка написала, что благодаря моим прямым эфирам, ответам на вопросы, вот в начале своего пути, как раз-таки, до моего курса, она тоже сбросила там 6 килограмм, по-моему. Это вообще бальзам на душу, девочки. Вы красотки. Это... Я тут ни при чём. Я даю информацию, вы просто решили её применить. И информации полно в интернете, просто не все решают что-то менять. Понимаете, да? Поэтому, если вы решите что-то менять, меняйте... Начинайте менять прямо сейчас. Завтра не настаёт. Завтра вы найдёте миллион отговорок, чтобы вот этого ничего не делать. Поэтому, девочки, захотели красивое тело, начинайте в эту секунду. Захотели налаживать отношения со своим мужиком, начинайте налаживать в эту секунду. Не надо оставлять на какие-то непонятные промежутки времени. А как быть с алкоголем? Бухать? Не бухать? Ваше дело. По поводу алкоголя, девочки, я не советую пить пиво. Я это говорю всегда. И следите за закуской. Потому что именно закуска даёт растяжёбный такой эффект. Если уж решили бухнуть, налегайте на овощи, на воду. Самое главное, почему мы переедаем во время алкоголя? Потому что, когда человек начинает пить, у него наступает обезвоживание. И вот это состояние обезвоживания, он путает с тем, что организм голодный. Хотя ему надо просто попить водичку. Поэтому, девочки, пейте воду. Так. Да-да-да. Эфиры класс. Слушаю, занимаюсь дома делами. Спасибо, мой хороший. Мне так приятно. Так. Блин, вопросы новые сыпятся. Я этот... Отвечаю. А в Макдак вообще нельзя на вашей программе? Можно. Я вам еще раз говорю. Просто очень много людей начинают ходить очень часто не только в Мак, а в фастфуды, девочки, глазки сейчас скажите. Фастфуды очень часто начинают навещать, так скажем. Когда вы начинаете чисто питаться, у вас не будет необходимости, потому что вы почиститесь изнутри. И в Мак вы будете ходить раз в две недели, раз в месяц. Дальше это будет все реже, реже, реже. И все... Вот, например, с сушами, да, как... Если мы раньше заказывали там постоянно сушки, о, давайте суши закажем там с мужем, то сейчас это... Вот мы заказываем суши, и мы понимаем, что мы не заказывали уже месяца полтора. И это, знаете, как классно, когда нет вот этой трясучки, там, набухаться, съесть там что-то тонну. Вот, например, мы ходили... Я когда сюда приехала, в кафешку, я заказала... Ну, с девочками мы заказали пиццу, и заказали... этот... Я себе заказала салат, и я поела салат, попробовала пиццу, она была пипец, как такая жирная просто, и мы просто ее убрали в сторону, и воду пили. Все. И настолько было комфортно без этой обжираловки. Поэтому, девочки, следите за потребляемостью воды, и за овощами, чтобы они всегда были рядом, когда вы захотите жевать. Жевать хотите по алкашке, это всегда. Так. Можно они сладко-сухой иногда? Да, да, да. Можно, 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 девочки. Спасибо большое, так приятно. Скажи, пожалуйста, сколько нормально скидывать вес в месяц? Так, девочки, по поводу сброса. У каждого своя цифра. У меня есть девочки, которые сбрасывают месяц 7 килограмм. Но есть девочки, которые сбрасывают 3 килограмма, при этом с объемов у них ходят по 6-7 сантиметров. Поэтому никогда не смотрите на цифры, которые там у вас между ног на весах. Всегда смотрите в зеркало и делайте фотку до-после. Всегда, всегда, всегда. Обязательно. И вот это до-после, когда вы будете видеть изменения, вы будете вообще балдеть. Вот я вам честно говорю. Короче, у меня тут на техниках ситуация была. Моя подопечная пишет, может, ты смотришь эфир, моя хорошая. Привет. Она мне пишет, Гуль, мне кажется, я вообще не худею. Короче, ей было херово. Что происходит, когда нам херово? Мозг это проецирует в реальную жизнь, особенно на того человека, который в зеркале. И она начала думать, что у нее ничего не получается, правильное питание не ее, а все дела. Я говорю, так, стоп, в смысле? Ты встала на весы, ты измерила объемы, ты сравнила фотку до-после, почему тебе так кажется? Она говорит, нет, я этого ничего не делала. Но потом она пришла в себя, у нее как раз месяц прошел, она встала на весы, у нее там несколько сантиметров в объемах, 4 килограмма она сбросила, она говорит, Гуль. И когда я увидела вот эти цифры, я по-другому на себя достала, смотрите, я так загонялась, все, все идет из головы. Что такое уверенность в себе? Что такое уверенность в себе? Это в первую очередь любовь к себе и принятие себя. Понимаете, да? Смотрите в зеркало, кайфуйте от себя уже сейчас. Пусть даже вас сейчас 83,5 килограмма. Кайфуйте. Намного быстрее скинете, потому что стресс уйдет. Когда уходит стресс, вы худеете быстрее. Запомните это, девочки. Так, покупную шаурму с курицей можно? Можно иногда, девочки. Естественно, раз в месяц не чаще, потому что там мазика очень-очень много, а нихерач туда очень-очень-очень. До хрена. Так, самые серьезные враги с борьбой с весом. Самые серьезные враги, это вы сами. Когда начинаете оправдывать свои подъедаловки. Только вы сам себе серьезный враг. Вы сам без цели. Вот, вот что я могу сказать. У человека, у которого есть цель, для чего он это делает, у него все всегда получается. А если вы начинаете делать это от балды, вот это как раз без видения, для чего человек это делает, он начинает себе такую фигню внушать. Зачем тебе это надо? Ну, сегодня можно. Ну, ладно. Попробую. Что будет с одного раза? Можно выпить и пивасик. Не 15 же бутылок, всего 3. И начинается вот это все. Поэтому, девочки, чтобы этого не было, самый серьезный враг, это вы с низким уровнем осознанности. Читайте книги, ходите на тренинги, обучайтесь людей, которые более опытные, чем вы. И будет, будет этот рост. По-любому. Если вы будете применять знания, которые получили. Поэтому, чтобы брать вот этого человека, который вам мешает, сделайте его умнее, мудрее, насытьте его информацией, самого себя. Потому что только вы своими руками берете еду плохую и закидываете себе в рот. Только вы. Никто это не делает. Какая бы ссора ни была, какая бы подруга ебанутая ни была, какой бы мужик вас не обидел, это делаете только вы. И когда вы перестанете это делать, жизнь выиграет новыми красками. Поверьте мне. Поэтому, кушайте хорошие продукты и не оправдывайте свои переедания. Тем, что что-то произошло, и вам это можно было. Нельзя было. Нельзя. Как бы это жестко ни звучало, тренируйте в себе дисциплину. Так. Сохраню эфир. Привет, моя хорошая. Так. Лучше дома сделать шаурму, заменить мазик сметаны с добавлением капельки соевого соуса. Да, можно еще немножечко добавить совсем чуть-чуть горчицу. Тоже интересный вкус получается. Так, девочки, вы у меня вообще приколистки. Конечно, у меня вопросы растут и растут. Можно хлеб или лучше хлебцы? Девочки, хлеб и хлебцы это одно и то же. Если вам для мозга вашего для успокоения вы думаете, что от хлебцов в жопу станет меньше, покупайте хлебцы. Но я вам сразу говорю, хлеб и хлебцы абсолютно одинаковые. Поэтому я ем и хлебцы. Могу купить гречневые. Доктор Кернер, сразу говорю, я их очень люблю. Я и также черный хлеб беру. Черный, ржаной, бородинский. Пожалуйста, можете кушать, ничего страшного не будет. Просто не 10 кусков, а парочку. И вот такой тоненький слой, а не вот такой, да? Поэтому, девочки, хлеб можно прям есть. Я, кстати, волосы покрасила, как вам? Пока не тонировала, я такая желтенькая. Вот буду тонироваться завтра в бане. А лаваш можно? Можно. Можно, девочки, лаваш. Из лаваша, кстати, еще прикольный Наполеончик получается. Так, Голя задала тебе в дирк вопрос про марафон душ. Ответь, пожалуйста, хочу в небо. Девочки, да, по марафону душ я вижу вопросы в запросах. Пока не открываю, потому что основные места заполнились. И, ну, давайте сейчас запустим 10 дополнительных мест. Больше не буду открывать набор, потому что я за то, чтобы было небольшое количество людей, чтобы работать с каждым. Поэтому 10 человек первые возьму, сейчас тебе отвечу. Ну, найду сообщение, отвечу. Поэтому 10 человек, девочки. Так. Через сколько вы смогли окончательно сбросить вес? Довольна. Я была с собой уже через месяц правильного питания, потому что я начала видеть первые результаты. Окончательно я добилась результата по объемам, по весам через 7 месяцев. Я это всегда говорю, Еве было 10 месяцев. Это был декабрь. Я заказала себе платье с Алиэкспресса, которое мне приехало там за 2 недели. И я была просто красоткой. Может, вы даже видели, я его даже без лифчика одевала, потому что там кормила грудью, грудь так стояла. Такое оно винного цвета. И я себе, я прям вообще, я, девочки, это непередаваемое чувство. Когда ты в апреле, жруха, просто жирная баба. А в декабре уже ты соска. Это очень круто. Я фотки свои не выкладывала в интернет. И потом вот выложила вот эту фотку, все офигели. У меня девочки, мне писали, мои знакомые, Гуль, а ты чё, это, ну тогда я ещё ни блог не вела, ничего. Ты чё, тебя не кесарили, что ли? Или у тебя там корсет какой-то? Как так? Ну, у всех мировоззрение, что после кесарева такой живот должен, мешочек висеть. А у меня его не было. Платье настолько облегало. И, ну люди охеревали. Даже некоторые говорили, ты сама вообще рожала этого ребёнка? Ну, я говорю, конечно, Точно кесарева, Я говорю, конечно, там чуть ли не шов уже, блин, лезут смотреть, потому что это были абсолютно два разных человека всего за полгода. Всего за полгода. Поэтому, если хотите Новый год быть просто шикарной сосочкой, войти в 20-й год, и чтоб под бой курантов ваш мужик вас мацал, то добро пожаловать на мой курс. Времени ещё до хрена вы всё успеете. Так, а есть в личном кабинете рецепт тортика из лаваша. Ой, девочки, надо посмотреть. Это один из моих первых рецептов, когда я только-только начинала путь к правильному питанию. Придумала я его сама. Посмотрю. Вот засунула я его туда или нет, не помню. Не помню. Посмотрю, если что, выложу в сторис. Ну, короче, могу просто вот так рассказать. Я туда добавляла молоко, ну, лаваш обжаривала, брала молоко, в молоко добавляла кукурузный крахмал, медленно-медленно помешивала на медленном огне, добавляла фит-парад и промазывала вот этот кремообразный хренью. Я не знаю, я красиво разговаривать не умею, прошу прощения. Вот эти между лавашом и всё получалось офигенно. Вот эти слои были просто потрясающими. Я дала настояться, сделала с вечера, с утра поели, мы с мужем офигели то, что это ппшный Наполеон. Поэтому можете запомнить и поесть. Так, что входит в пп? Девочки, вот вопросы задавайте чётко. В смысле, что входит в пп? Я вам скажу, помидорка. Вот то же самое происходит с вашей жизнью. Вот вы хотите себе офигенного мужика, да? И вы говорите пространство, жизни, богу, называйте это как хотите. Я хочу мужика. И пространство вам говорит, мужика, ну на, не даёт вам алкаша, придурка какого-нибудь. Вы же мужика хотели. Ну, забирай. А если бы вы сказали, я хочу красивого, здорового мужчину, который уважает меня, который отлично относится к моим родителям, с которым у нас будут прекрасные, здоровые дети, и мы с ним проживем долгую, счастливую жизнь, то тут уже более конкретные запросы конкретного человека вам судьба отправила. И вот тут то же самое с вопросом. Научитесь задавать конкретные запросы. Что входит в ПП? Помидор. Вот то же самое. Нанимте мужика алкаша. А если бы вы спросили, что можно кушать на завтрак при правильном питании, вот это уже более конкретный запрос, девочки. Учитесь очень чётко формулировать свои вопросы как для жизни, так и для других людей. И вообще у вас всё будет шикардос. Так, а как по цене марафон? А девочки, так, сейчас 590 рублей стоит всё сама, если вы сами всё это делаете. И 1090 рублей это пакет с психологом. И в пакет с психологом входит марафон медовый месяц на всю жизнь. Он касается всех сфер. Это вообще что-то бомбическое. Я сама его проходила 2,5 месяца назад. Результаты просто офигенные. Говорила ещё в прошлом эфире после этого марафона мне муж просто подошёл и сказал «Зай, ты такая уедная у меня стала вообще?» Потому что адекватность прибавляется после прохождения тренингов, если они сделаны качественно. Именно адекватность делает вас счастливой, когда вы на второй план убираете вот этого человека истеричного, неадекватного. Поэтому я всегда говорю занимайтесь самообразованием. Это настолько сейчас доступно, и тем более я всегда ставлю цены, чтобы любой человек мог себе это позволить. Девочки, 590 рублей. Вы, блядь, в кафешке больше тратите. Давайте по чесноку или там говно всякое покупаете, детям 505-ю ненужную игрушку. Вкладывайтесь в себя. Это всегда будет намного круче. Всегда, 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 всегда. Так, хорошо, что нужно вообще исключить из рациона сахар. Сахар это самая основная растяжовка. Сахар. Что за марафон, подскажите, пожалуйста. Так, привет, мои хорошие, мои девочки подопечные. Инстаграм глушит мои посты, и меня это вообще прям аж до трясучки. Всякие бабы, объясню предысторию, всякие бабы непонятные нажимают на пожаловаться, как же мне бить, когда пледы вот так стоят неаккуратно. И, соответственно, я попадаю в теневой бан, и мои посты перестают видеть люди. И потом у меня девочки вот недавно написали, Гуль, а что, говорит, марафон новый, те, которые у меня были до этого в марафонах, я говорю, да, я даже не увидела, говорит, в сторисах. Все происходит. Почему? Потому что я выкидываюсь из ленты подальше. Чтобы этого не было, просто лайкайте мои фотки, и я у вас буду появляться в первых числах, в первых цифрах, и все вы будете видеть. Марафон называется холодный душ для людей, у которых наступила эмоциональная выгораженность. Мы вам дадим практики с психологом, у которого международная сертификация, он учился у Пюселька. Забейте в интернете, прям посмотрите, он в списке тренеров состоит, его лично, его, так скажем, бригады. И мы дадим вам инструменты, как выводить себя из эмоционального застоя, и после этого у вас будет меняться отношение к жизни, и, соответственно, сама жизнь тоже. поэтому, если вас все заебало, добро пожаловать, потому что я знаю, что в декрете это чувство, оно очень часто посещает любую женщину. Если не посещают, пиздят, по-любому, другого нет. Не бывает такое, что женщина сидит в четырех стенах, живет с ребенком, который не разговаривает первые два года своей жизни, может сказать, и она порхает, у нее все зашибись. Нет, я считаю, вот это как раз стадия неадекватности, потому что у любой женщины наступает эмоциональное выгорание, когда она находится в декрете, либо там с коллегами какие-то проблемы, либо с мужем. Эмоциональное выгорание, оно связано с очень многими сферами жизни, поэтому, если у вас есть момент, что вы хотите себя взбодрить, полюбить жизнь, чтобы у вас глаза загорели, как мои, вон, смотрите, то добро пожаловать, холодный душик, девочки, и все будет отлично. Всего пять дней, за пять дней вы прокачаете свое сознание отлично, и даже запариться не успеете, понимаете, да? Я люблю вот такие марафоны, когда все четко, по делу, и всего пять дней. Это даже вас не достанет, потому что есть такие моменты, что люди там думают, о, столько дней, нафиг надо. Тут всего пять дней будет это. И пять дней, пять дней кайфа, и дальше этот кайф будет продолжаться. Так, девочки, можно? Подвечаю на вопросы пока, пожалуйста. Что-то про марафон и сюда начали забивать. Как про... Сейчас, девочки, можно про марафон чуть-чуть попозже? Вот тут поотвечаем. Вы часто в Уфе? Да, девочки, я часто приезжаю в Уфу. Живем мы, как я уже сказала, в Подмосковье. Муж у меня работает там. Я все время прилетаю к родителям, потому что он постоянно в командировках. И я на два дома, можно сказать, живу. Я даже уже одежду стала здесь оставлять, если честно. Даже зонтик. Так. Можно сбросить 9 килограмм за два месяца. Блин. Вот с такими запросами я, кстати, не беру, я отказываю. Потому что, во-первых, этот человек заебет как себя, так и меня. О, а почему я не сбросила? Почему я сбросила всего 4 там? Девочки, как только вы вгоняете свой организм в стресс, вот такими мыслями, а сколько я сброшу в месяц? Сколько я у меня уйдет в объемах? У вас вообще получаться будет очень-очень медленно, потому что кортизол тормозит гормон стресса, процесс похудения. А если вы будете говорить, что смогу ли я уже начать меняться за два месяца? Ответ стопроцентный да, да, да. За два месяца девочки получают колоссальные результаты. Кто-то сбрасывает 5 килограмм, кто-то сбрасывает 8, кто-то 9, но все начинают меняться. Это 100% объемы тают у всех за два месяца. Если делать все правильно и придерживаться нормальному питанию. Так, а как пройдет марафон, девочки? Марафон, у каждого человека будет личный кабинет, там он будет получать задания. И для формата VIP, который будет с психологом, для них будет в инстаграме закрытая страница с прямыми эфирами, где психолог сам лично будет отвечать на вопросы девочек. Поэтому я всегда говорю, я беру ограниченное количество людей, чтобы не было такого, что не успели на чей-то вопрос ответить. Тут отвечают на все вопросы девочки, кто у меня был в меде, они это знают. И кто был на карте желания, они также это все подвердят. Поэтому для прямых эфиров будет специально созданная страница в инстаграме, девочки мои. Эфиры будут храниться 24 часа. Вопросы вы будете задавать, и на них точно получите ответы. Уверяю. Похудение от самостоятельного марафона. Да, девочки, про похудение это марафон, я даже не назову это марафоном, это целый курс, где я вас сопровождаю до результата. А марафон это мы делаем совместно с психологом, он длится 5 дней, и за 5 дней мы прокачаем вас до уровня вообще офигенного. Вот так. Ой, мне тут отправляют запросы в эфире участвовать. Спасибо большое за твой курс марафона, что делаешь для людей, обожаю тебя. Девочки, спасибо огромное. Блин, вы такие хорошие, вот это настолько, столько теплых слов я получаю, вот иногда аж ком в горле приятный такой, ком приятный подходит. Спасибо большое, что вы такие добрые, потому что я действительно считаю, что только добрые, хорошие люди могут говорить такие приятные вещи другим людям, которых вы даже в принципе не видели в реальной жизни. Это очень приятно. Спасибо большое, девочки. Буду стараться, буду делать еще лучше. Так, о, пошли про марафоны. Гуль, я успеваю на холодный душ. Девочки, ну давайте, 10 мест сейчас я запущу, ссылка в описании в шапке профиля, где марафон. Я активным сейчас его сделаю, зайдете вот марафон холодный душ, там все-все-все описание, и потом обязательно мне отписывайтесь в ватсапе про ваше участие и какой тариф вы выбрали, ладно? Я вас очень-очень люблю, девочки, спасибо большое, так приятно. так, поцелуйчики мне отправляете, очень-очень приятно. Как дела, рыбка? Привет, Диан! Отлично, все, моя хорошая, у тебя как дела? Так, девочки, вот у меня сейчас вопросов 30, стоимость, здравствуйте, где посмотреть про ваши курсы. Девочки, вся информация в шапке профиля. Я все сделала настолько доступным каждому человеку, что просто заходили, выбирали то, что ему нужно. Заходите, там информация как про марафон, так и про мой курс похудения, вплоть до ссылки на мой ватсап напрямую. Да, я вам говорила и буду говорить дирк 99 плюс сообщение. Нижние иногда исчезают, поэтому, если хотите получить ответ быстро, то лучше пишите на ватсап, потому что я всегда в первую очередь отвечаю своим подопечным, они, связь я с ними поддерживаю именно в ватсапе. И про похудение все можете посмотреть в ссылке, в шапке профиля, девочки мои. Обожаю тебя и спасибо, Лилечка, как у тебя дела, моя хорошая. Так, девочки мои, привет, привет. Давайте, наверное, будем прощаться, потому что у меня там дочка с племянницей, чтобы у меня племянница не офигевала. Я вас очень сильно люблю. Так, по поводу похудения сказала, по поводу запроса пошли, про марафон сказала, но предупредила, да, что 10 человек возьму и все. Так, девочки, я вас очень-очень сильно люблю, желаю вам потрясающей недели, завтра среда, значит, неделя прошла, поэтому кайфуйте, наслаждайтесь, живите полной жизнью, и чтобы люди на вас смотрели и хотели повторить и быть такой же, как и вы. Я вас очень-очень-очень люблю. Пока, мои хорошие.